Добрый вечер, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на вебинаре, посвященном надоязычию в Германии, развитии навыков чтения и письма у билинглов. Огромный привет вам из города Гамбург. Меня зовут Ирина Усанова. Я являюсь научным руководителем научно-исследовательской группы МАРы при факультете педагогики Гамбургского университета. С группой я познакомлю вас немного позже, а пока немного расскажу о себе. Я закончила Омский государственный университет, мой горячо любимый факультет иностранных языков. Далее закончила магистратуру при Гамбургском университете по специальности прикладная лингвистика и получила уже ученую степень на факультете педагогики Гамбургского университета. Вот, наверное, вкратце все обо мне. Как вы видите, сегодня я не одна. Несмотря на то, что лекцию я буду читать сейчас одна, на самом деле присутствует еще несколько человек, с которыми меня связывают более 10 лет совместной научной деятельности, публикации, статьи и просто нормальная человеческая дружба. Хотела бы познакомить вас с профессором Ингрид Гоголин, легендарная личность. До 2021 года руководила, являлась президентом Всемирной ассоциации исследователей образования, Торстен Клингер, социолог. Работает тоже у нас на факультете педагогики. И Бергер Шнур является сотрудником моей научной группы и также очень хорошим другом, коллегой, с которым нас связывают долгие-долгие годы совместной научной деятельности. Коллеги пожелали мне удачи, вам всем передают привет, только что получила сообщение по Zoom, так что они мысленно с нами. Давайте перейдем к содержанию данного выступления. Мы поговорим сегодня о многоязычии в Германии. Достаточно кратко представлю вам контекст многоязычия. Вы познакомитесь с научными проектами на факультете педагогики Гамбургского университета. Мы обсудим теоретический подход к исследованию грамотности в контексте многоязычия. Тот подход, который используем именно мы в нашей группе. Мы поговорим с вами о результатах наших исследований. Исследований достаточно много, поэтому я выбрала несколько из них. Если возникнет интерес, в дальнейшем будет еще возможность поговорить на данные темы, связаться по электронной почте или, может быть, встретиться на одной или другой конференции. Давайте перейдем тогда к докладу. Вы видите, что здесь изображена карта мира. В Германии очень большое количество людей с миграционным прошлым. Как видите, отмечены практически все страны на карте мира. Практически отовсюду прибывали и прибывают мигранты. Данные несколько устарели, данные за 2013 год. На самом деле сейчас картина изменилась, и стран стало еще больше. Приезжающих стало еще больше. Официальная статистика насчитывает всего 190 стран, откуда прибывают мигранты. Официальная статистика. Самые большие по численности группы мигрантов прибыли из Турции. Самая большая группа 13,3%. Польша 10,5%. И на третьем месте Россия. Поэтому русские и турецкие языки являются практически самыми распространенными языками среди мигрантов в Германии. Общее количество мигрантов насчитывает 21 миллион человек, что составляет 26% от всего населения Германии. К сожалению, на данный момент нет достоверной информации о количестве унаследованных языков. По данным Ингрид Гоголин, приблизительно их количество составляет 250 языков на данный момент. И, как вы можете себе представить, в таком достаточно лингвистически разнообразном контексте, конечно же, возникают разные языковые, разнообразные языковые репертуары. Давайте посмотрим пути их зарождения, возникновения. Все школьники, все студенты, все дети в Германии изучают немецкий язык. Немецкий язык является обязательным. И английский. Учащиеся в специальных школ, гимназии изучают два иностранных языка как минимум. В семье дети знакомятся зачастую с унаследованными языками. Это может быть один язык, могут быть несколько языков, если родители говорят на разных унаследованных языках. Плюс, конечно же, немецкий. Немецкий является неотъемлемой частью. И, наверное, не бывает таких случаев, в которых в семьях исключительно говорят на унаследованных языках. И вот справа, да, вы видите на картинке из нашего исследования, одного из наших исследований, возникают такие разнообразные языковые репертуары, языковые профили. Здесь изображен человек, человечек своего рода, да, образное такое представление о своем языковом репертуаре, который владеет испанским, немецким, турецким и английским языками. Это обыденность. Давайте поговорим о грамотности. Все ясно с языками, как они осваиваются в школе и в семье, что же с навыками чтения письма. Конечно же, иностранные языки изучаются в школах, в немецких школах. И здесь вы видите количество учащихся, распределенное по разным иностранным языкам. Больше всего учащихся было отмечено среди тех, кто изучает английский язык, как иностранный. На втором месте французский, латинский. И вот там мы видим с вами также в списке среди иностранных языков русский язык. Данные, опять-таки, за 2016-2017 год. Справа на картинке представлена, в принципе, карта Германии и разные земли. Мы с вами видим, что предоставляется возможность, помимо того, чтобы выучить немецкий в школе и иностранные языки, также выучить унаследованные языки, посещая курсы по изучению унаследованных языков. Такие курсы организуются либо федеральными землями, то есть правительством, либо, в том случае, если они организуются федеральными землями, тогда они проводятся непосредственно в самих школах, либо эти курсы организуются консульствами, такая тоже есть возможность. И вы видите, как курсы распределены по землям Германии. В некоторых землях присутствует только курс, который организуется разными консульствами. В некоторых землях есть разные типы курсов и так далее. Поговорим немного о курсах по изучению унаследованных языков. Зачастую также подобные курсы организуются вне школ. Если курс проводится в школах, то они организовываются федеральными землями вне школ. Существуют разные организации, церкви, общины, которые предоставляют такие курсы по изучению унаследованных языков. На сегодняшний день статистика за 2020 год, всего 378 курсов было отмечено в 84 школах на 12 языках. Я знаю, что сейчас уже их 13 языков и, соответственно, курсов возможности изучать унаследованные языки, поскольку коллега, моя коллега, моей коллеге удалось организовать курсы по изучению вьетнамского языка как унаследованного языка. Но все же 12 языков – это немного, если, как вы помните, всего языков примерно по официальной статистике, предположительно 250. Есть возможность изучать унаследованные языки, но не для всех. Давайте поговорим немного о исследованиях, которые проводились, были направлены на изучение курсов по изучению унаследованных языков. Дело в том, что данные на самом деле разнятся. Разнится количество школ, в которых проходят курсы. Курсы неравномерно распределено по разным землям, как мы с вами уже видели, даже типы курсов неравномерно распределены. Также неравномерно распределено количество школ, которые предоставляют такие курсы. Содержание, систематика преподавания, квалификация учителей чрезвычайно разнятся. Продолжительность занятий таким образом также варьируется, то есть учащиеся могут начать изучение унаследованных языков в любое время и в любое время закончить изучение унаследованных языков. Соответственно, огромнейший разброс в уровне знаний, который наиболее выражен, конечно же, в навыках грамотности. Здесь бы хотела порекомендовать исследования своих горчолюбимых, уважаемых коллег Берхарда Бреймера и Грит Мельхорн, которые занимались изучением курсов по изучению унаследованных языков. Потенциально, теоретически возможно, что в таких лингвистически разнообразных контекстах развиваются не только устные навыки, но и навыки чтения и письма. И мы убедимся с вами немного позже, насколько хорошо могут быть развиты навыки чтения письма у билингов. В таком случае мы уже говорим даже не о двуязычии, а о мультиграмотности. С этим понятием мы тоже познакомимся немного позднее. На данный момент потенциал в многоязычных навыках остается все же неизученным. Что мы знаем? Крупномасштабные исследования неоднократно подчеркивают неплакоприятное положение учащихся мигрантов в сфере образования. Но, здесь большое но. Измеряемые языковые навыки, в основном это понимание прочитанного, показывает только одну сторону медали. Знания учащихся, языковые знания учащихся, учитываются, оцениваются только на основании знания, понимания прочитанного в немецком языке. Информация о многоязычных навыках часто функционирует как второстепенная информация. Языковые навыки оцениваются посредством переменных заменителей. Что такое переменные заменители? То есть, участников исследования спрашивают о том, как часто и какие языки они применяют в общении дома. И это уже расценивается как показатель уровня владения тем или иным языком. А что мы имеем на самом деле? На самом деле мы имеем просто-напросто данные об употреблении, частотности употребления языка в кругу семьи, не более, не менее. И, наверное, очень сложно судить о языковых навыках, основываясь только на вот таких вот переменных заменителях. В Гамбургском университете проводилось достаточно большое количество исследований, навыков чтения и письма. Наверное, с 2004, наиболее известные с 2004 года проводились исследования. И вот по 2021 год исследования продолжается. Слива вы видите различные проекты. Если какой-то из этих проектов вас заинтересует, обращайтесь. Могу предоставить подробную информацию по отдельным проектам. Годы, в которых проходили исследования, соответственно, навыки, которые исследовались. И справа представлены языки. Сбор данных проводился на различных языках. Вот моя карьера началась с исследования ЛИПС. Это 2011 год. И все, что ниже ЛИПС, исследования ЛИПС, это проекты, в которых я работала как научный сотрудник. Участвовала в разработке инструментов тестирования, навыков чтения и письма, анализа сбора и анализа данных. И последний проект, МАРЭ, научно-исследовательская группа, это то, чем я занимаюсь сейчас и буду заниматься до 2026 года. Хотелось бы познакомить вас с наиболее крупными из этих исследований. Насколько мне известно, исследование МЭЦ, назначает многоязычие во временном развитии, является на данный момент самым крупным исследованием многоязычия во всем мире. Предшествовало этому исследованию такое тоже небольшое исследование, которое мы называли мини-пэнел, в котором мы пробовали, уже пробовали создавать какие-то определенные тесты, тестировать, применять определенные методы с 2009 по 2012 год. И позднее, в 2014 году, стартовало само исследование, которое длится по сей день. Финансируется данное исследование Федеральным министерством образования и научных исследований БМПФ. И исследование представлено междисциплинарной исследовательской группой, в которую входят и социологи, и лингвисты, и, соответственно, много других дисциплин. Наверное, сейчас не будем в это углубляться. Скажу еще, что на исследовании, которое предшествовало МЭЦ, основана моя научная работа «Бискриптуальность». Поскольку исследование МЭЦ является таким глобальным исследованием многоязычия, соответственно, и вопросы достаточно глобальные. Цель – это исследовать лингвистические, личностные, контекстуальные условия, которые положительно или отрицательно влияют на развитие многоязычной компетенции. Также узнать, как эти условия меняются, как они взаимодействуют друг с другом, как они связаны с другими измерениями успеха в образовании. Были собраны биографические данные по образованию, миграции, использованию языка, мотивации к обучению, учебные ресурсы. Здесь перечислены на самом деле не все, потому что, как я уже говорила, исследования достаточно обширные. Здесь вы видите, что мы практически преследовали учащихся 7 и 9 класса на протяжении 4 лет, на протяжении школьной карьеры. Это был первый этап исследования. Сейчас закончился второй этап исследования, к которому присоединились еще две волны сбора данных. И всего у нас получается 6 волн сбора данных. Это уникальное исследование, потому что на сегодняшний день в мире нет еще такого исследования, лонгитюдного исследования, многоязычия, как в данном проекте. Всего было опрошено 2103 учащихся, 78 школ, 8 федеральных земель. Все учащиеся прошли тестирование на немецком и английском языках. Около половины учащихся были протестированы на унаследованных языках. Мы исследовали русский и турецкий, как унаследованные языки. 920 учащихся прошли дополнительное тестирование на французском или русском языках, как в вторых иностранных языках, изучаемых в школе. Здесь описаны все тесты и инструменты, которые были разработаны в рамках проекта, применялись, либо же были адаптированы или использованы уже стандартизированные методы тестирования. Как вы видите, тестировались на всех языках, как на иностранных, унаследованных, так и на немецком. Письменные навыки, навыки чтения. Также когнитивные навыки. Была собрана подробная контекстуальная информация. Опрашивались еще и директора школ. Наверное, не хватит времени действительно перечислить все, что было сделано и собрано за достаточно долгий продолжительный период времени. Хотелось бы показать пример мультиграмотности. Вот тексты, написанные одним из учащихся в нашем исследовании. Как вы видите, этот учащийся написал текст на немецком, русском, английском и на французском языках. Тестирование письменных навыков проходило по серии картинок. То есть написание текст, требовалось написать текст по серии картинок. Были разработаны параллельные тесты на разных языках. Анализ письменных текстов проходил на основе модели, которую мы разработали в нашем проекте. И эта модель оценки письменных навыков была идентичной для всех исследуемых языков в проекте, что позволило нам сравнивать данные, которые мы получили на различных языках. А здесь представлена модель. Наверное, у нас не хватит времени поговорить об этом подробно. Недавно, достаточно недавно вышла публикация, которая достаточно детально описывает разработанную нами модель оценки письменных навыков. В общем, можно сказать об этой модели, что основывается на достаточно хорошей теоретической базе. В модели есть концептуальные уровни, которые являются идентичными для всех исследуемых языков. Каждый из этих концептуальных уровней представлен набором определенных индикаторов или показателей. И вот показатели разнятся среди языков, потому что все языки разные. Но поскольку концептуальные уровни остаются идентичными, на этих уровнях мы имеем возможность сравнивать языки между собой. Здесь представлены коэффициенты надежности разработанных нами инструментов, которые достаточно высокие на протяжении всего времени. Немного опись о научно-исследовательской группе MARE, которой я руковожу. MARE означает Multiliteracy as a Resource for the Labor Market, исследует мультиграмотность как ресурс рынка труда. Что происходит в нашей научно-исследовательской группе? Мы пользуемся данными, которые были собраны в рамках проекта, который я только что вам представила, в проекта МЭЦ. И анализируем эти данные. Поскольку данных очень много, в общей сложности за четыре волны было собрано 16 780 текстов. На данный момент мы их все уже даже затранскрибировали. То есть даже, возможно, какие-то автоматические анализы данных, уже написанных текстов. И плюс к этим 16 700 прибавятся еще две волны сбора данных, которые проходили не в школах, а онлайн. И у нас имеются как письменные, так и дигитальные, как в цифровом формате данные о навыках чтения и письма. То есть уже присутствуют разные модальности. В основе данного проекта, конечно же, в основе данного проекта лежит мультиграмотность. Это подход к грамотности теории педагогика, которая была разработана New London Group в 90-м году. Она учитывает языковое разнообразие и мультимедийные формы языкового выражения. И достаточно хорошо вписывается во весь многоязычный контекст в Германии. Здесь план на ближайшие пять лет до 2026 года. На данный момент мы исследуем сам конструкт многограмотности, мультиграмотности. У него есть два уровня этого конструкта, согласно теории, согласно теоретическому подходу. Многоязычный уровень и мультимодальный. Вот сейчас, на данный момент, так как проект стартовал в мае этого года, мы пока что работаем над многоязычным уровнем. В процессе будем также исследовать мультимодальный уровень грамотности и выявим роль значения грамотности для рынка труда в Германии. И сейчас разрешите представить мне результаты исследований. Начнем мы, наверное, с наиболее раннего исследования монографии «Бискриптуальность». Как я уже упоминала, данная работа основывается на исследовании LIPS, то есть на предшественнике крупного исследования МЭЦ. Соответственно, мы работали тогда с небольшими группами билингвов. Использовались данные 15-летних немецко-русских билингвов, всего 53 человек, средний возраст 15 лет. Проводился анализ текстов, написанных на русском и немецком языках, на разных языковых уровнях. Я использовала смешанный метод, качественный и количественный. И в основу всего лег графематический анализ. Что было выявлено? Выявлен был континуум «Бискриптуальности». Анализ текста показал, что некоторые тексты, написанные учениками, учащимися латиницей, есть тексты, где учащиеся смешивают обе системы латиницу с кириллицей, и есть тексты, где учащиеся применяют только кириллицу. Все эти навыки можно расположить на одном континууме. Полюса континуума, соответственно, разные системы латиницы и кириллицы, и все, что между, представляет собой такой смешанный вариант той и другой системы. Работа достаточно обширная. Здесь, наверное, такие основные тенденции, потому что всего не перечислить. А для чего вообще нужна была эта работа? Она конкретизирует понятие грамотности для таких контекстов, где присутствуют не только различные языки, но и разные системы письменности, как латиница и кириллица. Что было выявлено? Выявлено было стратегическое применение письменных навыков, интерскриптуальное и интерскриптуальное смешение графем, транслитерация и транскрипция. Здесь я хочу остановиться и сказать, что стратегическое применение письменных навыков означает не что иное, как способности учащихся использовать языки как ресурсы. Ресурсы для написания текстов. Это очень важное качество, которое нам говорит о возможностях языковых репертуарах, о том, как они влияют на развитие языков внутри самого репертуара. Сам континуум отражает навыки письма на унаследованном языке и была выявлена взаимосвязь между навыками на унаследованном языке и немецком языке. Положительная корреляция. Развитие бескриптуальности проходит в зависимости от контекста. Есть определенные факторы, с которыми была выявлена взаимосвязь, например, посещение гимназии, это особый тип школ, который направлен на получение аттестата, который дает возможность позднее поступить в вузы. Была выявлена взаимосвязь с чтением на русском языке, практиками чтения на русском языке и с уровнем образования родителей. Предположено, было теоретически, было движение по континууму. Я еще тогда не могла точно сказать, существует ли это движение, потому что данные были только одной волны. Но, судя по группам, по навыкам, было уже ясно, что это движение имеет место быть. На тот момент пока теоретически предполагалось, что из латиницы через смешанный тип мы всегда можем перейти в кириллицу и таким же образом потенциально возможно движение в обратном направлении. Уже позднее и с данными МЕЦ мы попытались еще раз провести подобное исследование, но уже используя другие методы анализа и большее количество билинглов. Теоретическая основа данной статьи континуум бескриптуальности. Мы наблюдали бескриптуальность в развитии в данном исследовании, использовали данные МЕЦ и исследовали профили применения шрифтов в чтении и письме. Всего использовали три волны сбора данных и применялся латентный анализ. Я была на самом деле очень рада, что данное исследование также показало. Применяя другие методы, все же мы пришли к похожим результатам. Были выявлены три статуса, так же как и континууме присутствует, три группы, так и при латентном анализе. Эти группы называются статусами. Было выявлено три статуса. И навыки билингвов были распределены по континууму. Баланс навыков применения шрифтов в чтении и письме различался среди групп. Общая тенденция была такова, что навыки чтения и письма пересекаются у статусов латиницы и статусов кириллицы и расходятся в смешанном статусе. Потому что в статусе латиница учащиеся читали и писали, применяя латиницу кириллиц, соответственно, применяя кириллицу. И между полюсами в смешанном статусе они читали на кириллице, а писали, применяя обе системы. Мы также оценили вероятность изменения статуса, в котором пребывает учащийся с течением времени. Матрицы перехода свидетельствуют о различных моделях перехода для разных статусов в разные моменты времени. В общем, можно сказать, что все это указывает на движение по континууму бескриптуальности в обоих направлениях. То есть то, что было предположено теоретически ранее, в 2019 году, было подтверждено еще раз данными, лонгитинальными данными, что действительно существует движение. Общее движение направлено в сторону бескриптуальности. Но для развития навыков необходим определенный толчок, внешние ресурсы, потому как большая часть, достаточно большая часть тех, кто принадлежал в группе латиницы, осталась в группе латиницы. Не было перехода латиница под смешанный тип кириллица. Для этого необходим какой-то толчок в виде, естественно, формального изучения языка, будь то курсы по изучению наследованного языка и, может быть, изучение языка в семье. После того, как мы исследовали, до конца исследовали бескриптуальность, мы решили рассмотреть навыки мультиграмотности, навыки владения письма на трех языках. Достаточно уникальное исследование. Всего 805 участников в данном исследовании, средний возраст 15 лет. Применялся статистический метод латентного анализа. кластерного анализа. Благодаря этому методу было выявлено три профиля многоязычных письменных навыков у немецко-русских, немецко-турецких, билинглов в Германии. Распределение навыков письма в профилях было следующее. У учащихся всех трех профилей наиболее развитые навыки письма в немецком, затем в унаследованном языком и на последнем месте находится английский. Удивительный на самом деле результат, учитывая то, что изучение английского языка проходит на протяжении многих лет в школе. изучение у наследованного языка у тех детей. У нас действительно забыла об этом сказать, такие дети, которые рождены в Германии. Возможности изучать у наследованный язык у таких детей, конечно, достаточно ограничены. Про курсы мы уже с вами говорили. А вот три профиля были выявлены. Все три профиля различаются по общему уровню владения тремя языками. О чем это говорит? Есть три группы. Верхняя группа представляет, как мы называем, special case. Это такая особая группа, ее можно не учитывать. Туда входят всего 34 человека из 800. Две нижние группы представляют собой два особых, отличающихся между собой профиля. Есть ученики в нашей выборке, которые имеют достаточно высокие навыки на всех трех языках, на немецком, унаследованном и английском письменные навыки. И есть группа, вторая группа достаточно большая, у которых эти навыки, к сожалению, недостаточно хорошо развиты. Но опять-таки на всех трех языках. О чем нам говорит непересекающееся расположение профилей мультиграмотности? Вот действительно, выявленный непересекающийся порядок профилей говорит о том, что развитие навыков грамотности в отдельных языках положительно взаимосвязано. Это не что иное, как корреляция. То есть, если навыки в унаследованном языке достаточно хорошо развиты, они также хорошо развиты в немецком языке и также хорошо развиты в английском. по сравнению с теми, у кого эти навыки плохо развиты. Они плохо развиты во всех трех языках соответственно. Вот такие случаи, чтобы были хорошо развиты навыки в русском языке или в турецком языке, но плохо развиты в немецком, выявлены не были. Как вы видите, ведущим всегда является немецкий язык. Это вполне ожидаемо, поскольку большую часть своего времени дети изучают письмо на немецком языке. Действительно удивительно, что на втором месте находятся унаследованные языки. Всего лишь на третьем находятся русские. Это если смотреть внутри каждого из профилей. Порядок оказался одинаковым, что тоже достаточно интересно. Порядок распределения навыков идентичен во всех трех профилях. Здесь, наверное, хочется поговорить о том, что была выявлена корреляция. О чем нам говорит корреляция? Корреляция говорит о взаимосвязи, положительной взаимосвязи. На основании данного исследования мы могли сказать, что по крайней мере это не вредит. Освоение письма на любом другом языке не вредит. На основании данного исследования. Положительная корреляция не дает нам возможности сделать какие-то далеко идущие выводы и говорить о том, что языки могут быть ресурсами. Нет, этот метод не позволяет. Мы просто знаем, что существует взаимосвязь. Одно развивается, развивается и другое. Но чтобы выявить, есть ли влияние одного языка на другого, для этого действительно нужны лонгитюдные данные. И, конечно, мы не остановились. Обратились к этим данным, поскольку они у нас есть в наличии в последующем исследовании. Развитие. Здесь речь идет, поскольку, да, процесс лонгитюдные данные, развитие мультиграмотности, навыки письма на трех языках. Теоретическая основа, как я уже говорила, это взаимосвязь, корреляция между навыками на двух языках, которая была выявлена. Проводились различные исследования, среди них мы, в том числе, где исследовались либо языки наследия и язык большинства, либо язык большинства и иностранные языки, взаимосвязь. На самом деле нет исследования, которые бы исследовали сразу весь языковой репертуар в плане письменных навыков. При этом, если необходимо, если цель стоит выявить какие-то роль письменных навыков как ресурсов, влияние, сам факт влияния, необходимо не забывать о роли когнитивных навыков. На эту тему был недавно симпозиум у нас, International Symposium of Bilingualism вместе с, здесь вы видите, профессором Бертоле. Он цитируется, очень интересная статья. В этой статье речь идет о том, каждый раз, когда мы говорим о взаимосвязи между языками и положительном влиянии, может быть, на самом деле за этим влиянием скрываются не языковые навыки, а когнитивные. Потому что не только отсутствуют лонгитюдные исследования, а также отсутствуют исследования, которые бы контролировали влияние когнитивных навыков на взаимосвязь межязыковую. Очень интересная точка зрения, интересная статья. В нашем исследовании мы попытались учесть данный аспект, исследовали 965 билинглов и использовали также первую, вторую и третью волны сбора данных МЭЦ. На этот раз применялась авторегрессивная модель прогнозирования, которую я сейчас вам покажу. Да, слева представлена сама модель, она достаточно сложная. Ознакомиться поближе с моделью можно, конечно же, в публикации. Вкратце, да, нам удалось показать, что языки положительно влияют друг на друга, письменные навыки в одном языке положительно влияют на письменные навыки в другом языке. На этот раз это непростая корреляция. Мы проконтролировали когнитивные навыки, и мы убедились, что существуют межязыковые эффекты в развитии письменных навыков. Вы видите, три волны сбора данных, три языка, соответственно, и вот линии между тремя языками как таковые показывают взаимосвязь, показывают эффекты. Во временном развитии было выявлено четыре значительных перекрестных эффекта cross-legged effects, все из которых положительные. Ни одного отрицательного эффекта, отрицательного влияния того или иного языка на другого, письменных навыков в том или ином языке на другой выявлено не было. Таким образом, навыки письма как на унаследованном, так и на странном языке, и мы можем сказать это с уверенностью, с достаточно большим объемом данных, достаточно качественным анализом этих данных, эпирическим, они служат ресурсом для развития письма на языке большинства. Мы видим, вы видите достаточно мелкий рисунок, график достаточно мелкий, но вы видите взаимосвязь, и вот эти стрелки, от первой волны ко второй, направленные как от английского языка и унаследованного языка на немецкий язык, язык большинства, положительное влияние. В принципе, наверное, этого стоило ожидать еще в том исследовании, где была выявлена положительная корреляция, где мы нашли эти профили, те, кто хорошо пишут на одном языке, соответственно, хорошо пишут и на другом языке, но нужно было поставить точку в этом вопросе, в дискуссии на тему, являются ли письменные навыки ресурсом, да, они являются, и да, мы это смогли доказать. Но на этом исследование мультиграмотности в рамках нашей научной группы не заканчивается. Сейчас мы работаем над новым проектом, нас интересует вопрос, представляют ли навыки письма на разных языках единый конструкт многоязычного владения письмом? Что это значит? Представляют ли они с собой все единую компетенцию? В данном исследовании, которое сейчас проводится, скоро закончится и будет опубликовано в Canadian Journal of Applied Linguistics, куда мы были приглашены. В данном исследовании удалось показать, что письменные навыки в разных языках представляют собой одну единую компетенцию. Эмпирически впервые это показано, но теоретически, конечно, теоретически это было предположено намного раньше. В различных трудах, в том числе и в научной деятельности Канагараджа, я не знаю, насколько вы знакомы с ней, есть такая транслингвальная модель, теоретическая модель, которая как раз-таки предполагает глубокую связь между языками. люди не просто располагают языками, они используют их как ресурсы, эти языки всегда взаимосвязаны и образуют единую компетенцию. Теоретически это было предположено Канагараджа и ранее другими исследователями, но эмпирических исследований на данный момент пока не было. Мы смоделировали компетенцию так, как ее себе представил Канагараджа и учитывая критику Бертеля, о которой мы говорили ранее, о роли когнитивных навыков, не скрываются ли на самом деле за всем этим прекрасным миром положительных эффектов и языковых ресурсов просто-напросто когнитивные навыки, что означает, да, что было бы достаточно печально, поэтому мы проконтролировали и убедились, что когнитивные навыки, хотя и оказывают влияние, но сама модель основывается действительно на навыках письма, на унаследованном языке, иностранном языке и языке большинства, в нашем случае это немецкий. Вместе они образуют единый конструкт, единую компетенцию, и эмпирически это можно изобразить при помощи модели, был проведен факторный анализ высшего порядка, и данный анализ позволяет показать структуру, структуру такой вот компетенции, многоязычной компетенции, мультиграмотности. Мы вернемся немного к самому проекту, к научно-исследовательской группе. Было представлено много исследований в рамках наших проектов, и все они были направлены на действительно многоязычие, в рамках мультиграмотности, на уровень многоязычия, что остается неизученным на данный момент для нас, и что еще предстоит узнать, как компетенция, многоязычная, мультиграмотность, как многоязычная компетенция взаимосвязана с мультимодальным уровнем, насколько, как влияют мультимодальные, как они входят в этот конструкт, и как на него влияют мультимодальные навыки написания текста, к примеру, в цифровом формате. Это еще предстоит выяснить, этим мы займемся в 2022-2023 годах, прежде чем приступим к выяснению роли всего этого, всех этих положительных влияний и достаточно радостных результатов к влиянию мультиграмотности на рынок труда. Что же это нам даст? Какие можно сделать выводы? Исследования, упомянутые мной, подтверждают теоретические предположения о взаимосвязи языков в составе многоязычных репертуаров. Новые эмпирические результаты наших исследований свидетельствуют о том, что навыки многоязычного письма представляют собой единую компетенцию. Мультиграмотность – это не барьер, это ресурс в развитии многоязычных письменных навыков. Развитие мультиграмотности может способствовать развитию навыков грамотности на отдельно взятых языках в многоязычном репертуаре. И есть еще, наверное, три публикации, о которых детально не получится поговорить, но которые тоже в схожем направлении идут. И если у вас возникнет интерес, буду рада поделиться с вами данными публикациями. В первой публикации речь идет о взаимосвязи и взаимовлиянии навыков чтения письма в немецком и в унаследованных языках. Чтение здесь рассматривается как понимание прочитанного. Публикация, написанная совместно с Торстеном Клингером, которого я вам показывала ранее, и Ингрид Гоголин. Вторая публикация направлена на изучение, на исследование языковых навыков в английском языке как иностранном у детей билингов. Тоже очень интересные результаты исследования. Мы смотрели на продуктивные и рецептивные составляющие навыков, как они развиваются в английском как иностранном языке, и сравнивали данные детей билингов с данными одноязычных, немецкоязычных учащихся. Практически не нашли различий между двумя группами. Действительно показаны развития очень схожие и у детей билингов, и у одноязычных детей. Что касается навыков английского языка, рецептивных и продуктивных навыков в английском как иностранном, это неудивительно. Все они посещают уроки английского языка в школах, поэтому там ожидать каких-то других тенденций в принципе не стоило. Но все же здесь описывается также инструмент тестирования C-Test. Не знаю, сколько вы знакомы с данным инструментом. Достаточно экономичный, быстрый, оптимальный вариант тестирования. Очень легко составляются подобные тесты и предоставляют нам возможность получить объективные данные о владении общими навыками рецептивными и продуктивными. Это как бы письмо и чтение вместе в любом языке. Есть уже очень много разработанных C-тестов, подобных тестов. Есть целая база данных. Но также легко подобные тесты разработать самому. На самом деле об инструментах, о тестах можно было бы говорить, наверное, довольно долго. И третье исследование, которое также, если кому-то интересно, могу предоставить для знакомства. Здесь мы исследовали навыки во французском языке. Чем интересно данное исследование, сравнивались письменные навыки с навыками произношения, с определенными параметрами произношения. Вот, наверное, три исследования, которые тоже нацелены на то, чтобы исследовать мультиграмотность, о которых не удалось поговорить детально в рамках данного выступления, но, может быть, еще предоставится возможность поговорить об этом позже. И вот я уже смотрю, что я закончила выступление немного раньше времени, а значит, есть больше времени для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Буду рада. можно ли поподробнее о группе учащихся, у которых на всех языках были низкие результаты. Низкие результаты были по сравнению со всей группой, то есть по сравнению со средними данными группы, на всех трех языках. Что сказать об этой группе? Конечно же, так, секунду, вопрос убежал. Так, секунду. Спасибо, что выделили для меня вопрос. В этой группе присущи учащиеся других форм обучения, нежели гимназии. Как мы уже говорили, гимназия предоставляет возможность получения такого аттестата, абитур называется, с которым можно дальше продолжать свое академическое образование, поступать в университет. В данной группе, среди тех, у кого были достаточно низкие навыки на всех трех языках, было наименьшее количество учащихся вот таких вот школ. Соответственно, возникает вопрос, который, в принципе, достаточно известен в Германии о роли типов школ, присутствующих здесь, о влиянии образования на развитие вот таких многоязычных навыков. Что удалось еще выяснить, позднее было еще одно исследование совместно с Ингридом Гоголем. мы посмотрели на то, проходили ли в школах, где присутствовали дети с высокими навыками, письменными навыками, с более такими, по сравнению с детьми с другой группой, проходили ли в этих школах какие-то специальные курсы для учителей в плане многоязычия и да, они проходили, то есть в той группе, где были выявлены высокие навыки на всех трех языках, чаще всего учащиеся таких школ, где школы проходили определенные курсы, квалификацию в направлении многоязычия, умели работать с многоязычием. В русскоязычной научной литературе очень трудно найти исследование речи подростков. Насколько широко исследуется речь подростков немецкими специалистами? К сожалению, действительно, это вопрос, наверное, не ко мне, но я могу вам порекомендовать работы, научные труды моих коллег, которые занимаются этим вопросом. Конечно же, профессор Мариан Краузе на факультете словестики. Если вас это заинтересует, напишите мне позднее по электронной почте, я могу вам дать ссылки на работы. И также речь подростков была изучена. Но опять-таки определенные аспекты. Я не специалист в этой области, но коллеги занимались этим вопросом. И также исследования Кристофа Габриэля, с которым мы публиковали вместе данную работу по навыкам письма во французском языке. Он также занимается речевыми навыками на французском языке у подростков в Германии. Мариан Краузе занимается, профессор Краузе занимается, соответственно, речевыми навыками на унаследованных языках, на русском языке. Есть разные. Кто еще мне знаком в этой области? несомненно, исследования профессора Бремера и Грит Мельхорн, которые также изучали как речевые, так и письменные навыки у детей билинглов. В общем, я думаю, что достаточно много работ в этом направлении в Германии. Просто очень сложно, наверное, мне судить об этом, потому что я занимаюсь навыками о чтении письма. То, что ваше исследование связано с подростками, это уже весьма необычно в русскоязычном контексте. Да, это достаточно необычное исследование на самом деле не только в русскоязычном контексте, но и во всем мире. Если мы будем сравнивать данные, может быть, каких-то американских исследователей, они тоже говорят нам о том, что наиболее изучен детский возраст, что касается также навыков чтения и письма. Данные о подростках как таковые фактически отсутствуют, но нет, наверное, и ресурсов, чтобы проводить такие крупномасштабные исследования, они достаточно редкие. Если есть такие крупномасштабные исследования, то они нацелены, наверное, не на многоязычный репертуар, а на владение, уровни владения языком большинства. И вот пока мы постепенно пытаемся внедриться и объяснить, что не только язык большинства важен, а что во многоязычном контексте, конечно же, важно смотреть на весь языковой репертуар и уже потом судить о успеваемости учащихся. Здесь, наверное, тоже хотелось бы посоветовать работы, научные работы очень интересного коллеги. зовут его Орхан Агердак. Сейчас он является профессором университета в Амстердаме и, по-моему, еще одного университета в Бельгии. Именно я забыла. Орхан занимается тем, что проводит повторный анализ всех, со всеми данными крупномасштабных исследований ПИЗа. Конечно, он занимается еще и другим, но иногда он это делает. И у него немножко другая перспектива, нежели известная нам всем о том, что люди с миграционным прошлым, учащиеся с миграционным прошлым, показывают отрыв в знаниях по сравнению с одноязычными учащимся. Как мы уже говорили, никто их навыки никогда на исследованных языках никогда не проверял. Навыки письма в том числе, а навыки чтения не позволяют нам рассуждать об общих языковых навыках. И вот Орхану удалось показать, что те дети, которые владеют чтением, опять-таки эта информация предоставлена самими учащимися, вопросниках, это не фактически собранные данные, не протестированные навыки, но тем не менее более 70 стран он проанализировал и он показал, что если развиты навыки чтения на унаследованных языках, то разница в навыках между иностранцами, люди с миграционным прошлым, чаще с миграционным прошлым, и соответственно одноязычной, эта разница отсутствует, а иногда и в чем-то и еще и так сказать выше получаются оценки у тех, кто владеет чтением на своем родном языке, на унаследованном языке. Вот так немного про Орхана и Гердага, тоже очень интересный ученый, почитайте его работы. Каким образом оценивалось когнитивное развитие участников исследований? Использовался стандартизированный тест, этот на самом деле достаточно обширный стандартизированный тест, который применяется также в исследовании ПИЗа, о котором мы только что с вами говорили. Мы использовали невербальную часть этого теста, которая основана на выявлении ассоциаций, на работе с ассоциациями. Достаточно какие-то отдельные подробности о тесте, если вас интересует, вы можете, я думаю, что он доступен в открытом доступе, по крайней мере, можно его посмотреть. Конечно, использовать его просто так нельзя, как все остальное здесь, но посмотреть на тест можно. Он называется KFT 20R или по-английски CFT. Этот тест использовался в нашем исследовании. Это стандартизированный тест, мы сами его не разрабатывали. скажите, пожалуйста, не влияет ли билингвализм на повышение уровня стресса у ребенка? Очень интересный вопрос. Этим вопросом занимается моя коллега, но, к сожалению, я вам ничего по этому поводу сказать не могу. Могу опять-таки порекомендовать ее работы. коллега работает у нас на факультете, но также есть исследования, которые работают с достаточно большой базой данных. Эти исследования проводятся в Бельгии. Как они называются, наверное, я тоже сейчас не могу сказать, но, в общем, учитывается уровень стресса и общее состояние билингов и их удовлетворенности как-то влияет на образование, на обучение. Есть такие исследования в Бельгии. Если интересно, опять-таки могу, пожалуйста, напишите, могу позднее вам дать ссылки на коллег из Бельгии. Что такое СИ-тест? Что такое СИ-тест? Об этом сейчас достаточно долго рассказывать, что такое СИ-тест. Вот статья, вторая статья, которая представлена здесь, как раз таки представляет СИ-тест во всей его красе. Это очень легкий метод тестирования. Достаточно такой. Его очень легко разработать, если вы занимаетесь научной деятельностью, очень рекомендую. исходит СИ-тест, в основе СИ-теста лежит теория редундантности или теория избыточности. О чем говорит теория избыточности? О том, что на самом деле в языке присутствует больше информации, чем необходимо на различных языковых уровнях. Мы с вами читаем текст, в нем очень много информации, которая является избыточной. И если мы удалим часть этой информации, то читая текст и соответственно заполняя пробелы, мы все равно будем понимать смысл, мы будем способны заполнить эти пробелы как носители языка. Любой носитель языка способен восстановить, восполнить утраченную информацию, заполняя пробелы белые в таком СИ-тест. Об этом говорит нам теория избыточности, редундантности. И она легла в основу СИ-тест. То есть берутся четыре коротких текста, с максимальным количеством 100-150 слов и удаляется часть информации. Есть определенная система, можно удалить, то есть не просто так, нам захотелось сейчас просто удалить то, что нам не нравится, нет, в основе лежит определенная система, в каждом, допустим, третьем или четвертом слове, есть разные методы, в основном в классическом варианте, в каждом третьем слове вторая половина слова удаляется, пропускается, да, и, соответственно, учащиеся или тестируемые должны восполнить эту информацию, когда они читают. СИ-тест состоит из четырех текстов, в каждом из которых пропущена в каждом третьем слове половина, в том случае, когда половину пропустить невозможно, исследователь решает, оставляет он больше информации на одну букву в слове, это значит будет легче тестируемый или удаляет эту информацию, значит, будет сложнее. Первое и последнее предложение в каждом тексте остается таким, какой оно есть, информация не удаляется, и в этом случае действительно любой носитель языка способен восполнить информацию. Тестируя иностранные языки или унаследованные языки, можно выявить уровень общего владения языком благодаря СИ-тесту. достаточно очень практичный метод тестирования и очень много исследований, которые показывают, насколько он хорош. Пожалуйста, спасибо вам, что присутствуете. Есть ли еще вопросы? Я пытаюсь прокрутить ленту. интересное исследование, спасибо, спасибо вам. Здравствуйте, не успела к началу вебинара, ничего страшного, возможно, упустила информацию. В вашем понимании, мультиграмотность это исключительно процесс приобретения навыков чтения письма на нескольких языках, или же говорения и аудирования включительно. Мультиграмотность мы исследуем, мы исследуем, наша исследовательская группа занимается непосредственно навыками чтения письма. В моем понимании мультиграмотность включает в себя не только чтение и письмо. Основные источники говорят нам о том, насколько обширна сама концепция мультиграмотности. Это возможность реагировать в современном мире. Сейчас достаточно много исследований, которые говорят, что мультиграмотность включает в себя эмоциональный аспект, в том числе, поэтому спасибо за вопрос про стресс и эмоции. Они являются неотъемлемой частью понятия мультиграмотность. Так называемая emotional literacy, называется эмоциональная грамотность. Существует также исследование, которые говорят мультиграмотности, принадлежит еще и health literacy, медицинская грамотность. Не знаю, как правильно перевести. Достаточно обширное понятие, несомненно, которое включает, наверное, синтез всех навыков. Наши исследования направлены именно на чтение письмов, разные модальности, но вот коллеги из Австралии и Канады, из Австралии Канады. Да, Милс, по-моему, в Австралии находится, Хидден находится в Канаде. Сейчас, если я их не перепутала между собой. Они исследовали мультиграмотность, саму теорию мультиграмотности, достаточно качественные труды теоретические и описываются контексты освоения, в том числе уровни, все, входит в саму концепцию, в само понятие мультиграмотности. Спасибо большое за вопрос. Спасибо за вопрос. Пытаюсь прочесть еще, есть ли какие-то вопросы, на которые я не ответила. Если, пожалуйста, спрашивайте, у нас еще есть пару минут времени. Кое-что по речевому развитию подростков. Да, спасибо вам. Думаю, это относится к предыдущему вопросу, что касается речевого развития. Спасибо, интересно. Мне бы было интересно узнать, занимается ли кто-то из вас также изучением, исследованием навыков чтения письма. Я буду тоже рада обмену научным опытом. Пожалуйста, если у вас есть публикации, может, какие-то работы, интересные проекты, размышления на эту тему, тоже буду рада, если вы поделитесь. Так, ну, как я вижу, наверное, вопросов больше не нет и не будет. Спасибо большое всем. Кто-то еще печатает, я вижу. Спасибо большое всем, что присутствовали на вебинаре. Была рада поделиться нашими исследованиями. Надеюсь, что мы продолжим наше общение в дальнейшем и обмен и обмен научным опытом. я напишу думаю, думаю, что многие связаны как-то тем или иным образом с изучением языка во всех его аспектах, поэтому приглашаю вас подать заявку на конференцию, буду рада познакомиться со всеми лично и буду рада вашему участию в конференции ИСА. Я знаю, что коллеги из Казани активно участвуют практически ежегодно из Казанского государственного университета факультета иностранных языков. Буду рада также и коллегам из других городов нашей родины и не только. Так, я напечатаю вам и думаю, что вопросов больше нет. Будем тогда обращаться. До свидания. Спасибо большое за участие в данном вебинаре. вебинаре. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...